Высокое качество крымских продуктов продемонстрировали Дмитрию Медведеву. Сегодняшний день премьер-министр провел на полуострове. Обсуждалось развитие региона и в частности поддержка малого бизнеса. В Крыму была создана свободная экономическая зона. О предварительных итогах экономических программ и мерах, которые предстоит принять, в репортаже Виталия Каченко. Профессиональный сомелье Павел Швет 7 лет назад заложил виноградник в уникальном климатическом месте под Балаклавой. Только в этой точке полуострова лоза лучших французских сортов равномерно обдувается ветрами с моря, степи и гор. Премьер-министру Дмитрию Медведеву показали погреба в огромных 500-литровых бочках. Здесь возревает сухое белое и красное вино, которое хорошо знают в России. Когда у нас были урожая, мы все вместе помогаем. Так у нас сортов 12, они стоят все в разное время. На поле на сборе. Все наши 15 приходят. 15-й, а я там, моя жена приходит, мы все там помогаем. В ходе рабочей поездки в Крымский федеральный округ глава правительства посетил еще одно предприятие. В разгар курортного сезона на набережной Ялты самый ходовой продукт – мороженое. Фруктовая пломбир с орехами в шоколаде. В этой кондитерской ежедневно производят почти полтонны прохладного лакомства. По итальянской рецептуре, но из экологически чистых крымских продуктов. Так у вас много всего, а? Такое вкусное. Варенье из лепестков рост для людей, страдающих диабетами. Почти 100 видов пирожных. Яна Крупко когда-то просто мечтала баловать своих четверых детей вкусными десертами. Хобби превратилось в семейный бизнес после создания на полуострове свободной экономической зоны. Налоговые льготы, предусмотренные для резидентов, вскоре позволят Яне расширить вкусное производство на весь Крым. Мы зарегистрировались. Сейчас активно осваиваем законодательство. Есть преимущества, какие-то пониженные ставки? Да. Значит, очень выгодно то, что, во-первых, нет налога на имущество. Выгодно то, что налоги на социальные фонды взносы понижены. И на первом этапе это очень помогает. Налог на прибыль 2% тоже. Очень хорошо. Крым обладает всеми ресурсами для того, чтобы из дотационного региона стать одним из самых процветающих в России. Но пока с января 2015 года в Крыму зарегистрировано всего 15 участников свободной экономической зоны. В Севастополе еще меньше. Мы вот эту самую свободную экономическую зону создавали для того, чтобы она развивалась. Там должно быть не 15 резидентов, а сотни, тысячи. Надо сделать все для того, чтобы процедуры регистрации были максимально простыми. Я обращаюсь ко всем членам правительства и к руководителям Крыма и Севастополя. Нужно сделать все, чтобы этот механизм заработал. Значит, давайте упростим все там радикальным образом. Иначе не было смысла создавать эту зону. Поддержка малого бизнеса стала основной темой встречи главы правительства с министрами и руководством Крыма и Севастополя. В прошлом году на развитие предпринимательства на полуострове было выделено 200 миллионов рублей. Но этого пока явно недостаточно, отметили участники заседания. В Крыму есть свой привоз, где можно купить свежие фрукты и овощи прямо у производителей. Затраты фермеров с прошлого года после того, как Украина прекратила поставки Днепровской воды по Северокрымскому каналу, значительно выросли. Снизить цену на продукцию можно было путем увеличения пассивных площадей. Но дешевых льготных кредитов для малого бизнеса в Крыму нет. А крупные российские банки на полуостров до сих пор не зашли. По словам премьера, вопрос доступных займов будет решен совместно с Агентством кредитных гарантий. В целом, как заявил Медведев, переходный период завершен. Чтобы достичь общероссийских стандартов жизни на полуострове, для новых субъектов Российской Федерации правительство увеличило помощь из федерального бюджета. Объем финансирования ФЦП огромен для нашей страны. Это 708 миллиардов рублей. Почти на 30 миллиардов больше, чем в предыдущей редакции. Деньги, еще раз говорю, огромные. Они пойдут и на строительство дорог, и на больницы, и на школы, на модернизацию инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры региона. И, конечно, развитие туризма, с которым в значительной степени связан малый бизнес Крымского федерального округа. На высокий сезон в гостиницах и санаториях Большой Ялты, где сервис лучше, чем на курортах, расположенных на востоке и западе полуострова, почти не осталось свободных мест. Ежедневно в Крым прибывает около сотни рейсов из более чем 40 регионов России. В этом году на Черноморском курорте рассчитывают принять свыше 5 миллионов туристов. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.